МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 7 мая начался пятый президентский срок Владимира Путина. По продолжительности правления ему еще далеко до Петра и Екатерины. Александра Первого, Николая Первого, Александра Второго и Сталина он скоро догонит, а Николая Второго и Леонида Брежнева уже обогнал. Консолидация режима сопровождалась усиленным промыванием мозгов населению. Но чем же заменили то, от чего их промыли? Почему-то именно теперь публицисты и политологи активно заговорили об идеологии путинизма. Вносят в свою лепту в дискуссию и обратный адрес. Мой сегодняшний собеседник – историк Илья Винявкин. Он покинул Россию на седьмой день после начала войны, а в ноябре прошлого года объявлен иностранным агентом. В одном из эпизодов обратного адреса мы вместе с Ильей рассказали о сложной и трагической судьбе Дженни Марлинг, американской жене советского драматурга Александра Афиногенова. Илья теперь живет в США и вместе с коллегами создает архив независимой российской прессы. Это совместный проект американского пэн-клуба и Барт-колледжа, который, кстати, признан нежелательной организацией в России. А кроме того, Илья Винявкин пишет книгу о путинизме. На самом деле, мне кажется, очень много споров по поводу того, что такое идеология, какая идеология у современного российского режима упирается в давний спор о том, что вообще такое идеология. Есть две полярные точки зрения, которые относятся скорее к разным наукам. В Political Science, по крайней мере, начиная с работ Куана Линца, есть такая точка зрения, что идеология – это когда у вас есть жестко очерченные интеллектуальные границы у какого-то учения, оно достаточно хорошо квалифицировано. Есть специальные институты, которые наказывают за отклонение от официальной точки зрения. Только в этом случае вы можете говорить о том, что есть идеология. Получается, что идеологии бывают только у дилитарных режимов. У нацистской Германии, у Советского Союза была идеология. А если у вас режим автократический, то у вас нет этой идеологии, потому что это все очень аморфно и расплывчатое. И это, как Хуан Линц называл, ментальности. Но это только одна из точек зрения, потому что есть другой блок наук об обществе, и я скорее всегда отношу к ним. Это антропология, дискуссивный анализ, культурные исследования, которые говорят о том, что мы не можем себе представить общество без идеологии. Идеология – это важная часть того, как существует человек, включенный в общество, ну, то есть любой человек. По сути, основная позиция заключается в том, что человек – идеологическое животное. А идеология – это такая интерстуальная разметка, которая позволяет вам ориентироваться в социальном мире. Мне кажется, что идеология есть всегда, а дальше вопрос, как мы ее описываем. Мне кажется, что самый простой способ описать ту идеологию, которая есть в современной России – это назвать ее путинизмом. Продолжение следует... Хорошо, начнем с последнего коммунистического вождя, он же первый посткоммунистический. Коммунистическая идея кончилась, если не при Хрущеве, то при Брежневе точно. Была ли идеология у Горбачевской перестройки? Ведь Горбачев долго не хотел отказываться от шестой статьи Конституции, твердил, что еще его дед сделал социалистический выбор и не нам его отменять. Похоже, он хотел всего лишь немножко открутить гайки, а у гаек сорвало резьбу. При Ельцине была, наоборот, де-идеологизация. А потом он вдруг решил, что России нужна национальная идея и дал распоряжение придумать ее в течение года. Даже конкурс объявлялся на лучшую национальную идею. Но ничего толкового так и не придумали. Может быть потому, что сам Ельцин метался от западничества и либерализма в противоположную сторону и обратно. Путин тоже поначалу не заморачивался насчет национальной идеи. Речи его были вполне либеральные. Но потом постепенно возник миф о лихих 90-х, о крупнейшей геополитической катастрофе 20-го века. Не две мировые войны, не революция, а распад СССР. А потом он вдруг стал позиционировать Россию как хранителя христианских ценностей от растленного Запада. Как произошла эта метаморфоза? Ну тут я с вами поспорю то, что касается Горбачева. Мне кажется, в большом количестве научных работ, которые посвящены перестройке, в последнее время сложился, по-моему, консенсус, который говорит о том, что вообще-то вся перестройка и те процессы, которые случились в Советском Союзе в конце 80-х годов, в значительной мере связаны ровно с тем, что у Горбачева были идеи. Он был идейным человек. И вся его история про гласность, про перестройку, про демократизацию, и вытекали из его взгляда на мир, в котором он верил в то, что возможен социализм человеческим лицом. Иначе объяснить, зачем он проводил эту последовательную политику, которая в целом делала государство все менее управляемым и все сильнее создавало разные центры силы, и в итоге все это привело к тому, что Горбачев сам власть утратил, непонятно. Не просто все, не просто. Ну а что же мы так будем с нашим человеком, нашим обществом, через колено ломать что-то? Ну тогда какое? Тогда уж вводить капитализм и там ломать все. Через рынок, через колено, все. Тогда революция-то нам не нужна, значит, была. И все, что мы делали, до сих пор не нужно. Давайте вот так. Нет, мы все-таки, я уверен, социализм содержит огромные возможности, человеческий строй. Я с вами тут совершенно согласен, в том смысле, что действительно у нас есть два вопроса. Было ли то, что получилось, тем, что Горбачев хотел? Нет, не было. Последствия реализации его идеи оказались непредсказуемы ни для него, ни для большого количества людей в советской элите того времени. Как бы этого не следует, что не было идей. Действительно, все пошло совсем не так, как он планировал, потому что у него в голове была одна картинка. Но то, что демократизация в Советском Союзе началась, было связано с тем, что у Горбачева были, какой-то набор идей. Он, во-первых, верил в теорию конвергенции. Он верил, что различия между Западным миром и Советским Союзом не очень большие и не критические, что возможно мирное существование двух систем и, возможно, какое-то, по большому счету, уподавление одной системы другой. Он в итоге верил, что можно сохранить социализм изначально с ведущей роли Коммунистической партии, а при этом получить такой же или сопоставимый уровень жизни, как в Западных странах. Плюс еще и ленинские идеалы каким-то образом сохранить. Действительно, вышло совсем не так. Но изначально странно не видеть эти идеи. Самое простое, чтобы Горбачев мог делать, это просто держаться за кресло и никаких радикальных реформ не проводить. Если говорить про Ельцина, мне кажется, там тоже история сложнее. Ельцин, ну как на самом деле и многие участники публичной дискуссии конца 80-х, под идеологией, опять-таки, понимали вот эту конкретную, значит, строгую систему последовательных идей, да, которые описывают мир. Это был такой, как бы, консенсус, да, который в итоге потом и был закреплен в принятой конституции 93-го года. Что вот была идеология, да, идеология, это была коммунистическая идеология, да, и вот такого рода идеология молодому российскому обществу не нужна. И поэтому нужно всеми силами стараться не допустить возникновения такой идеологии. Но социальные науки, там, говорят, что общество не может жить без идеологии. Например, антрополог Клиффорд Гирц говорил о том, что идеология сильнее всего необходима в обществе в тот момент, когда случаются какие-то перемены, да, когда общество оказывается в небывалой до этого для него ситуации. Да, идеология помогает вам делать мир понятным. И в каком-то смысле, мне кажется, что там была со стороны российской политической элиты была сделана ошибка. С одной стороны, перемены случились очень серьезные, да, и эти перемены в общественной жизни всячески продвигались, при этом идея того, что общество может пережить эти перемены без идеологии, кажется, была ошибочной. Людям нужна поддержка ведь таких идей. Более того, нужно сказать, что идея о том, что никакой идеологии не было, была ошибочной. Мне кажется, если мы подумаем, какие идеи вообще стояли и за действиями Ельцина, и за действиями правительства реформаторов, то многие эти идеи были такие, что вообще-то есть какая-то нормальность. И нормальность – это западного толка. Что если ничего такого, если не совершать какого-то насилия, то общество само по себе придет к тем нормам, которые существуют на Западе, туда, куда лечет человечеству прогресс, естественно. Если ничего не вмешиваться, то возникнет невидимая рука рынка, которая все расставит по своим местам. Значит, если люди станут более богатыми и успешными, то они сами по себе предъявят спрос на демократию, ну и так далее. То есть это такое видение неизбежной эволюции в сторону западноевропейских ценностей. Это был такой прогрессизм, который сам в себе тоже является идеологией. На чем же настаивали консерваторы? Настаивали на том, что у России есть свой особый путь, свои особые ценности, что все эти нормы культурно и политически, и географические России не подходят. В какой-то момент в России вот этот дайв западной прогрессивской нормальности выдохся, и, значит, наступил консервативный поворот, который там медленно-медленно происходил. Обратный адрес. Режимные идеи. Продолжим через полминуты. Подкаст «Тейбл Ток» с Александром Геннисом. Каждый месяц мы беседуем с писателем, путешественником, кулинаром, почти полвека живущим в Нью-Йорке. Геннис – это опыт сопряжения Запада с русской культурой. Для многих сегодня этот опыт стал неожиданно актуальным. Книги, фильмы, культурные тренды и интеллектуальная мода. Смотрите «Тейбл Ток» на YouTube-канале «Радио Свобода». Ведущий Иван Толстой. Обратный адрес. Источники и составные части путинизма. Вот часто говорят, и я слышу такие разговоры, что вот, так сказать, нет национальной идеи у России. Вот она никаким образом не сформулирована, эта национальная идея. Постоянно об этом говорят, часто очень возвращаются, пытаются сформулировать, и это по-разному получается. У меня есть собственное представление о том, что такая национальная идея для России сегодня. Что? Я вам раскрою эту страшную тайну. Наша страна должна быть конкурентно способной в очень сложном, тяжелом мире, в котором она сегодня живет, существует и развивается. Как менялись взгляды лично Путина? Мне кажется, что у него, безусловно, была эволюция. Я вообще очень слабо верю в то, что люди умеют маскировать свои взгляды и ценности. Это делать тяжело, особенно для публичных людей. Действительно, Путин эволюцию в рядах проделал. Кажется, что при этом, если мы будем читать его интервью 99-го года или даже смотреть раньше, то мы увидим, что он во многом был вполне последовательным. Более того, когда Путин становился президентом, то, во-первых, он был не первым выходцем из спецслужб или не первым человеком, связанным с силовыми структурами, который оказался на посту премьера. До него был связанный с силовиками Степашин, до него был Примаков. То есть уже в российской политической элите тренд на такую силовизацию политики уже был задолго до этого. Более того, если посмотреть на какие-нибудь проявления антагонизма по отношению к США и к западным странам, это все уже было до прихода Путина. До прихода Путина и был марвбросок на Приштину, но был разворот Примакова над Атлантикой. Уже было понятно, что такого рода жесты они хорошо встречаются и элиты, и население. Не случайно есть эта история про фильм «Брат-2», который считается, можно вспоминать, как такую эмблему. Вот это герой фильма «Брат-2» такой мягкий, нитеративный революционер. Он любит родину, он отстаивает какие-то свои традиционные ценности. Такой кодекс чести, он уступает за справедливость, а при этом он обличает мир чистогана и материализма. Это все в этот момент уже вполне себе витает в воздухе и звучит из самых разных каналов. С «Братом-2» ведь интересная история. Его присвоили и режим, и оппозиция. С одной стороны, Путин говорит, что сила в правде, с другой – Юлия Навальная в самолете из Германии. Мальчик, водочки принеси, домой летим. И это явная домашняя заготовка. Но ведь фильм Балабанова – гротеск. Я ни минуты не верю, что он снял его всерьез. Как и в старых песнях о главном, там был элемент иронии. Да, безусловно. Но мне кажется, что если мы посмотрим, как функционирует идеология, она в каком-то смысле не требует для своей убедительности, она не требует того, чтобы вы стопроцентно верили или не верили в эти идеи. Советская идеология много лет существовала в такой смешанной системе, когда в зависимости от разных ситуаций вы могли быть убежденным коммунистом, а то-то вы могли быть цинником, а то-то вы могли считать, что американские джинсы – это самое хорошее одежда. Нужно слушать Лед Зеппелем, а не Томаслим Магомаевым. И эта модель поведения оказалась привлекательной. Люди же не взяли обрезы и не поехали в Америку и поставили себе пулемет «Максим» в багажник и не стали стрелять. Искусство работает не таким образом, что люди начинают буквально повторять, но они начинают воображать. «Сила в правде» тоже взялась не на пустом месте. Это девиз Александра Невского, который среди силовиков, консервативно настроенных силовиков, циркулирует с конца 80-х и начала 90-х годов. И многие, собственно говоря, идеи, о которых вы говорили, они, если вы откроете газету «День начала 90-х», то вы там все эти идеи найдете. То есть для консервативных публицистов идея того, что либеральные реформы принесли крах, что вот эти лихие 90-е, они случились еще до начала 90-х. Для корпораций силовиков, которым Путин принадлежит, вот эти идеи национального унижения, того, что Запад навязывает свои правила игры, суть этого слоя, эти идеи были гораздо шире распространены, чем среди московских прогрессивных журналистов. Момент, когда распадается Советский Союз, Путину уже 40 лет. Это взрослый уже современный человек. И для Путина, и для его поколения это люди, которые уже прошли определенный опыт, определенный карьерный путь. У них есть какое-то образование, какие-то убеждения, какие-то практики. Это сложившиеся люди. Дальше понятно, что эти идеи, они входят в какой-то контакт с реальностью. И когда Путин становился премьерным президентом, там было гораздо больше групп людей, с которыми нужно было договориться. Никакой необходимости занимать какую-то жесткую идеологическую позицию, прям сход не было. Путин стремился использовать рыночные механизмы и пытался проводить реформы, которые были нацелены на подъем экономики. Потом, по мере того, как страна становилась богаче, власти у него становилось больше, ресурсов больше, то стало понятно, что его этот фокус на экономику не очень сильно интересует. Что его вопрос национального величия или своего места в истории, кажется, занимает больше, чем уровень жизни, выраженный в размере ВВП. В советской школе нас учили, что у марксизма есть три источника и три составные части. У путинизма тоже есть свои источники и составные части. Источники эти довольно причудливые. С одной стороны, Владислав Сурков, с другой, Александр Дугин. Если Сурков был такой постмодернист у трона, то Дугин архаист, который, видимо, хотел бы ассоциироваться с Константином Леонтьевым, но для такой ассоциации у него перо слишком унылое. Потом влияние Дугина явно пошло на спад. И теперь я не знаю, кто жадную толпой стоит у трона. В числе любимых философов Путина называют, и он сам называет, и цитирует, Ивана Ильина, Николая Бердяева, Александра Зиновьева, Николая Данилевского. Мне все это представляется ужасной эклектикой. Я думаю, прикладная роль Дугина немножко увеличена. И я не думаю, что в какой-либо момент Путин и его окружение зависело от кого-то из этих идеологов. Тут скорее был вопрос, как эта идеология трансформировалась, откуда она черпала свои идеи. Откуда она черпала свой язык, свои аргументы, свои темы. Мы видим, что действительно еще в конце 90-х, еще при Гельцине возникла такая идея, что вообще России нужна национальная идея. Это такой был проект. Наконец до элиты дошла идея, что нужно идеями обосновать свою легитимность. И эти идеи стали разными авторами предлагаться. Ни одна из них в итоге не прижилась. И вообще идея того, что идеологию нужно произвести сверху, она достаточно утопическая. Так на практике случается очень нечасто, если только вы ее специальной силой не насаживаете. На протяжении нулевых, потом десятых были разные попытки оформить такие, пока еще не до конца связанные и расплывчатые консервативные идеи во единое целое. Дальше, с экономической точки зрения, началось целевое богатство нулевых, которое тоже было этой теорией напрямую непредсказано. Если можно богатеть, не проводя всех этих структурных реформ, это может быть какая-то неправильная теория, может быть у России есть какой-то свой подход. Потом было еще важное соображение, консервативная идея, что нужно примирить разные куски российской государственности, разные элементы прошлого. Делать так, чтобы эта история стала связной. Ну и дальше была отдельная история про то, что в России есть какая-то своя особая духовность, традиционные ценности, или нравственные ценности, которые отличают Россию от западного материализма. Если вы посмотрите на интервью тех самых человеков, того же Патрушева, то он последовательно рассказывает одну и ту же картину про такое геополитическое противостояние, когда есть западные силы, которые хотят расчленить Россию, чтобы получить ресурс. Есть знаменитая история про цитату из Мадлина Албрайт, которую она никогда не произносила. Были отдельные силы типа того же самого Проханова, который мечтал о том, как построить идеологию российского государства вокруг победы во Второй мировой войне, вокруг коммунистических и при этом прогрессистских ценностей. Они все объединялись вокруг идеи того, что Россия не должна быть индивидуалистической, она должна строиться вокруг ценностей сообщества и отвергать западную рациональность, индивидуализм и веру в прогресс. Потому что на самом деле, как эти идеологи утверждали, со всем этим стоит только желание покорить и расчленить Россию. А дальше вот они все друг друга обогащали и в итоге вот этот пазл сложили в то, что мы сейчас видим. Стройной концепции с одной стороны нет, с другой стороны она ни для чего, как мне кажется, и не нужна. Потому что основные задачи позволяют решать. Кто-то более радикально настроен, кто-то менее, кто-то больше технократ, кто-то больше идеолог, кто-то верующий, кто-то неверующий. Все эти люди поддерживают войну, все эти люди могут легко определить, с кем они борются, кто их как бы идейный враг, они легко могут определить. Поэтому пока кажется, что никакой потребности сделать так, чтобы это было какое-то непротиворечивое описанное учение, которое было сформулировано в одной универсальной книге, нет. В каком-то смысле то, что есть сейчас, оно наоборот позволяет более гибко реагировать на то, что происходит в мире. Ну а сам-то Путин верит во все это. Иногда чудится, что он занимается троллингом, а сам при этом подмигивает, вот как он затроллил Такера Карлсона своим пространным историческим экскурсом. Собственно, пропаганда не предполагает, что сам пропагандист должен в нее верить. Но есть и такая теория, что Путин сам индоктренирован своей пропагандой. Идеология ли довела Путина до войны с Украиной, или украинофобия заставила искать для нее идеологическую базу? Это как бы вечный вопрос, на который нет ответа. и не в состоянии сформулировать никакие далеко идущие цели и эти цели достигать. Вам нужно ответить на вопрос «Кто я? Что я хочу делать?» Для этого вам нужны идеи, вам нужны идеологии. Сами идеи никогда жестко не диктуют вам, что делать. Они вам предлагают какой-то выбор. Понятно, что из чувства неприязни к Украине, с украинской независимости и государственности, которая была в российской постсоветской политической элите, не вытекает война. Есть много других инструментов с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, это тоже важно, что в разных частях этого идейного спектра идея то, что против России ведется война западом, не Украиной, а западом, этой идеей уже сильно больше 30 лет. Эта история про то, что война происходит методами культуры и образования, что надо разложить духовность врага и обнушить ему чуждые ценности, вот эта интуиция, она тогда была сформулирована и дальше кажется, становилась в определенных кругах все более и более популярна. Он в каком смысле не врет, то есть мы можем не соглашаться и считать, что это совсем не так, но я думаю, что если посмотреть на его интервью, на интервью членов Совета безопасности на протяжении многих годов, то для них это вполне последовательная картина, что вот есть тот самый Запад, который ведет эту самую войну, цель которой расчленение России, и если посмотреть на философов и авторов, которые не читают, будь то тот же самый Дугин или Ильин, то все складывается в такую цельную картинку, что вот Россия осажденная крепость, которую западники хотят разрушить изнутри. Если вы в это верите, это не приводит вас к тому, что вы должны взять автомат и идти воевать, но это в каком-то смысле сужает ваш выбор. Есть ощущение, что индоктринация не проходит даром даже для человека со стойкой иммунной системой. Кажется, что бациллы путинизма носятся в воздухе и инфицируют людей помимо их воли. И когда Путин уйдет, понадобится убить дракона в каждом. Как выражается по этому поводу Ланселот, работа предстоит мелкая, хуже вышивания. Во-первых, я бы исходил с того, что идеи Путина не могут быть отравленными все целиком. Самой по себе идеей того, что в России есть определенный набор своих политических институтов, своя история, своя культура и так далее, нет ничего ужасного. Какая-то часть гражданского национализма вообще присутствует много где. Совершенно необязательно, чтобы все страны считали, что они должны влиться и ничем не отличаться от каких-то абстрактных западных стран. И вообще консерватизм не то, что какая-то ужасная людодетская история. История консерватизма насчитывает много лет. И вообще, представьте себе, политический мир, в котором нету консервативных идей, очень тяжело. Только дело, что они не всегда должны быть воинственно консервативны. Не всегда из веры в то, что вы должны жить в мире, который связывает много поколений, которые жили на конкретной земле, вытекает идея войны, захвата, мести и так далее. Какое-то количество элементов этих идей останется, потому что оно существует во всем мире. Это может быть вполне продуктивным. Другая часть, мне кажется, что мы пока не знаем. Идеи же в каком смысле не существуют сами по себе. Они реализуются в каких-то действиях. Идеи это в каком-то смысле такая как бы карта. То есть идеи размечают в социальное пространство. Очень многое будет зависеть от того, а что именно будет происходить в России. Так что для того, чтобы мы увидели, во что люди верят, мы должны увидеть, как они поступают. Потому что просто сидеть на диване и во что-то верить, ничего особо не меняется. Важно понять, а что будет происходить и как вообще будет дальше протекать трансформация политического режима. А третья часть, мне кажется, что важно понимать, что идеи не уходят. Они никогда не кончаются со смертью конкретного человека. Они могут быть перенесены из какого-то как бы центра политических жизней на периферию. Так же, как вот, например, идеи сталинизма в какое-то время стали более маргинальными и менее влиятельными. А сейчас вот вполне себе как бы вернулись, потому что многие сталинские идеологические практики вполне себе вернулись. Если вы будете читать тех самых российских мыслителей на много десятилетий в прошлое, то вы увидите, что вообще для России является большой проблемой и вызовом определиться, как она соотносится с странами условного Запада. У нее какой-то есть свой путь, она какая-то особая цивилизация или она часть западной цивилизации или что-то еще. Эти все споры никуда не денутся. Вопрос скорее в том, какую роль эти идеи будут собирать в политической трансформации или в будущих политических или военных конфликтах. Обратный адрес Режимные идеи Источники и составные части путинизма С нами был историк Илья Винявкин Слушайте Обратный адрес в эфире Радио Свобода по пятницам в 18.05 по московскому времени и на всех подкаст-платформах в удобное для себя время. Редактор субтитров А.Семкин